Век бронзовый, век каменный, век бронзовый, век железный. На нашей лекции мы будем говорить о самом начале раннежелезного века, то есть в хронологии, которая касается нашей территории, европейской части России, это 7 век до нашей эры и 1 век нашей эры. Для территории Тульской области, как и для других территорий, в плане культурно-исторического какого-то освоения, и для археологии это в первую очередь имеет огромное значение, всегда играют большое значение физико-географические условия, палеоклиматические, природные зоны и так далее. В данном случае территория Тульской области, физическая карта, сразу по специфике сказать, это территория границ лесной зон и лесостепной зон. Дело в том, что всегда, начиная с эпохи бронзы, существовали, что называется, два мира. Мир лесных культур, условно, в кавычках, понятное дело, да, и мир лесостепной культуры. Это были совершенно два разных мира, это разные культуры, разные культурные исторические общности, но при этом которые на контактных территориях между собой взаимодействованы. И в данном случае территория нашего края, если брать шире в географическом понимании территории Овско-Донского водораздела, она всегда являлась в таком плане уникальной. Кроме того, если смотреть с точки зрения гидрографии, наша территория еще актуальна тем, что с одной стороны это водораздельная территория, с другой стороны частично заходит территория и Дмитровского бассейна, Волжского и Донского. То есть, по сути дела, это главная, скажем так, северная часть главного водораздела европейской части России. То есть, это уникальная ситуация, когда три крупных личных бассейна, по сути дела, состыковываются вместе в одной территории. Опять же, это тоже играло огромную роль, в связи с чем? Что это позволяло и открывало пути миграции. В связи с чем в XVI веке, вот эта территория, наша территория, проходила так называемая сухопутная дорога, которая получила название Муравский шляп. Это в XVI веке и в эпоху Средневековья, скажем так. На самом деле, по археологическим данным, эта дорога, проникновение, скажем так, кочевников с юга на север фиксируется еще с эпохи Бронзы. То есть, это приблизительно где-то с середины II тысячелетия до н.э., затем в эпоху ранней Железного века, в I тысячелетии нашей эры уже и так далее. То есть, это было удобное место для того, чтобы конные отряды могли спокойно передвигаться с юга на север. Ну, а водораздельная территория, естественно, крайне этому способствовала. Ну, это, собственно, такая общая схемка, которая демонстрирует вот такие пути миграции. То есть, из Донского бассейна в Волжский, ну, и с Волжского, соответственно, там далеко было Днепровского бассейна. Ранний Железный век Тульского края, ну, к сожалению, наверное, относится не к таким эпохам, которые изучены хорошо. Дело в том, что специальных работ по данной теме проводятся они последовательно лет 10. До этого памятники исследователи исследовались исключительно эпизодически. Ну, то есть, по мере необходимости проведения каких-то охранных работ, либо изучались более ранние или более поздние репорты, как правило, только в Древней Руси и так далее. И подстудно открывались новые материалы, в том числе раннего Железного века. Далее будет представлена такая динамичная достаточно картина освоения нашей территории в эпоху раннего Железного века. Я бы начал именно с темы или с первого эпизода в раннего Железного веке Тульского края с памятников с текстильной керамикой. Первый этап, это самый ранний этап освоения, он относится к эпохе Восьмых-Седьмых веков до нашей эры. То есть, это самая такая сложная в понимании археологическом тема, ввиду чего? Заканчивается эпоха Бронзы и начинается ранний Железный век. То есть, те темы или те эпохи, периоды, которые находятся на стыке, всегда, они наиболее сложны в историческом их понимании. Целенаправленных тем по вот этой проблеме и работе никто никогда не делал, в принципе. Но анализ коллекции второй половины 20-го столетия, плюс работы отчасти уже в музее-заповеднике Куликового поля в 21-м веке, позволяет немножко приоткрыть вот эту сложную и, с другой стороны, яркую картину вот этого совершенно раннего освоения нашей территории в переходную эпоху Бронзы, в эпохе ранней Железного века. Почему текстильной керамики? Сразу хочу сказать. Дело в том, что на территории лесной зоны европейской части России еще в середине второго тысячелетия до нашей эры появляются так называемые племена, которые изготовляли посуду, характерной особенностью которой являлась наличие текстильных отпечатков на поверхности. То есть, действительно, имитация вот такого узора, так сказать. Это не орнамент, я потом еще продемонстрирую, что это за текстильная керамика. Это особенность обработки поверхности горшка. И вот это население, оно существует с середины второго тысячелетия до практически 8-7 века до нашей эры. И получается, что те памятники, которые расположены на территории уже Тульской области, это Верхняя Ока, условно, и Окско-Донсковый раздел, это получается самая южная граница их распространения. Как раз-таки вот штрих-памятник показана, это граница лесостепной зоны на то время. Как вы видите, все памятники, они находятся именно в лесной зоне. То есть, дальше на территорию уже степной, лесостепной зоны эти памятники не выходят. Вот такая характерная керамика. Дело в чем, горизонты слабо изучены, и самый многочисленный материал, это массовый материал, это керамика. Отличительной особенностью как раз-таки ее является, во-первых, наличие вот этих текстильных отпечатков на поверхности псевдо-текстильных, или действительно четко напоминающих, ну, что называется, периодную веревочку. Некоторые фрагменты могут содержать еще отпечатки поверх текстиля орнаментов, да, то есть это давление палочки. Либо просто керамика могла быть глоткостенный, то есть не текстильный, а просто орнамент нанесенный в виде таких круглых ямчатых давлений и тому подобных узоров. Вот, вот, эта керамика, как правило, залегает в одном горизонте, в одном слое, и порой очень сложно понять, являются эти керамические традиции совершенно разные, да, потому что, видите, допустим, что вот этот фрагмент и вот этот фрагмент, или вот этот, да, то есть это разные керамические вроде как традиции, с одной стороны. С другой стороны, они все находятся в одном слое, и до сих пор пока ответа на этот вопрос у археологов не только у нас, да, который занимается непосредственно нашим регионом, но и для Волги, и для Аки в целом ответа на этот вопрос нет. Что представляют из себя вот эти горизонты? Это были разные этапы освоения, или это действительно одно население в один какой-то момент изготавливало эту керамическую посуду? Вот с такими характерными отпечатками. Это достаточно очень крупные горшки, да, а вот опять же особенностью которых вот является вот такая обработка поверхности. Я специально увеличил фактуру, что называется, керамики, да, и здесь можно посмотреть. То есть вот этот фрагмент демонстрируют перевитые веревочки, да, такие нити, но вот здесь это еще более хорошо видно, да, то есть вот такие жгутики. А здесь вот на этих двух фрагментах наблюдается так называемая имитация, имитация текстильной керамики. Сразу возникает вопрос, для чего, во-первых, это было нужно, это раз, а во-вторых, как это, соответственно, делали, да? Современные исследователи, собственно, керамических традиций, да, и керамики, они отвечают однозначно. Это не орнамент. То есть не орнамент как таковой для того, чтобы украсить посуду. Это во-первых. Во-вторых, это так называемый технологический прием обработки поверхности горшка. Для чего? Для того, чтобы сделать ее ровной, красивой и эстетичной. Чтобы те зерна дреслы или включения, которые содержатся в керамике, убрать внутрь теста, да? Для этого применялись совершенно различные способы. Современные, так сказать, тросологические анализы, да, исследователей показывают, что, во-первых, для этого мог использоваться палочка, перевитая шнуром, да, которая, собственно, и оставляла вот такие похожие отпечатки. И для изготовления вот таких псевдотекстильных отпечатков использовалась шишка. Вот такая выщелоченная шишка, вот, то есть избавленная вот уже от верхних вот этих чешуек. И ее методом прокатки по поверхности горшка, собственно, вот получалась вот такая фактура. То есть это современное исследование, которое базируется на прокатке вот подобных инструментов по глине и с свечением их с теми отпечатками, которые были на древней керамике. Исторически такие приемы зафиксированы, да, то есть мы имеем совершенно различные варианты плетения веревочек, да, здесь показаны различные варианты. Вот, кроме того, могли использовать даже штампы, вырезанные из дерева, вот, а в некоторых культурах даже использовали, ну, аналог нашей, грубо говоря, шишки, подпочаток кукурузы. Вот, это тоже нужно было для того, чтобы вот, ну, сделать поверхность такой ровной, понятной, то есть для того, чтобы сосуд выглядел более эстетично. Вот такая интересная текстильная керамика, попадается, известно у нас, на некоторых памятниках, но, к сожалению, ничего более подробного об этом этапе освоения сказать что-то больше, наверное, вряд ли можно. Но, к этому времени, к этому времени есть находки, которые тоже датируются в 8-7 веках. Культура, то есть это кочевники, которые обитали в степях Северного Причерноморья, вот, собственно, это, собственно, исконная территория, получается, да, расселение именно скифов, то есть носителей скифской культуры. Но, естественно, по соседству обитали, обитало какое-то местное население, которое, естественно, которое было под боком скифов, оно, конечно, воспринимало какие-то черты скифской культуры. То есть традиция изготовления каких-то украшений, оружия и так далее, причем не исключено, что это население могло быть в какой-то зависимости от скифов. Вот, выделяется 8 таких локальных вариантов, и до недавнего времени, вот, шестой вариант Семенский и восьмой Средний Донской, да, а вот наша территория, она как раз-таки оставалась таким белым пятном и не было понятно. Хотя, в принципе, здесь, в общем-то, это, как бы, получается, посерединке, что называется, между этих двух локальных вариантов. Поэтому эти культуры, или локальные культуры, получили название скифольное, то есть не скифское, а скифольное, то есть подобие скифской, но не скифское. То есть это местное население, которое восприняло многие черты скифской культуры. О том, что какие-то кочевые отряды, ну, отряды кочевников проникали на нашу территорию, свидетельствовали уже случайные находки, которые происходили в территории Турской области. Ну, самый яркий, это находка кинжала, ну, в бытовом сознании это окинака, да, но это не меч, это кинжал, он 35 сантиметров высотой, собственно, да, который был найден при сведении Дона Непряда. И еще из Черновского района происходит вот такой наконечник стрелы со шпорцем, то есть шпорец вот так вот вылезал вот сюда, то есть это чисто боевой наконечник, который при попадании в тело, вытащить его безболезненно было невозможно. То есть вот этот шип, который здесь торчал, то есть он препятствовал, естественно, его извлечению из тела. Эти находки уже говорили о том, что какое-то, видимо, население проникало, и уже дополнительные исследования, это первое памятник, которое нам дает новый материал, это городище Сатенко на реке Упе, и исследование 15-го года, это городище Петровское, тоже в относительном таком близости, в принципе, да, которые дали крайне интересные материалы, сейчас я вам их покажу, соответственно, которые характеризуют, ну, по сути дела, такую классическую скифскую культуру. Вот городище Сатенко, это очень хорошо укрепленное городище, собственно, три вала, три рва. Градище следовало в течение трех лет, еще в 60-е годы, изюловый навод, и в 2013 году раскапывалось млой, и были получены еще в 60-е годы крайне интересные находки. Ну, вот та самая бляпа, которая является символом, что называется, крееческого музея, вот, прямые аналогии, это анагинские древности, это кама, вот, нижняя граница, это 6-й век до нашей эры, вероятно, скорее всего, 7-й даже 6-й век до нашей эры, Это навесшие булавки, многовитковый браслет, наконечники стрел, и, как их атрибутировали, панцирные такие пластины, которые, вероятно, потом использовали в качестве украшения. То есть на них был нанесен узор, вот, и сделан такой пуансонный орнамент, ну, вероятно, то есть они утратили свое, скажем так, прямое предназначение. Кроме того, что еще происходит с отецкого городища? А вот, целый спектр украшений, это булавки, вот, везде видные булавки, мы их назвали потому, что шляпка напоминает форму гвоздя, но вот, буракки со спиральной летой навершием, вот, опять, целая серия вот этих пластин, вот, 4-5-6, это как раз к 6-му, 5-му веку, то есть наконечники стрел, ну, это антропозоаморфные псали, то есть это предметы конского снаряжения, пластинчатые, древдывчатые, которые имеют прямые аналоги в древностях Северного Причерноморья, конца седьмого, начала шестых веков до нашей эры. Это уникальные вещи, не только для нашей территории, а вот, в принципе, для соседних. Такое, да, из чего я сделал, но булавки, это... Благки, это бронза, это все бронза, это бронза, это кость, это кость, это кость. Конечно. Уникальные вещи, их нет ни на сопредельных территориях, в принципе, ни на Днепре, ни на Волге и так далее. То есть есть, ну, маленькие какие-то находки фрагментарных. Здесь мы видим целые, целые формы и плюс еще множество фрагментированных вещей. Когда говорят о том, что в городище Сатенко, да, это были такие предположения, что оттуда столько цветного металла. В свое время делали, ну, как бы, выводы, что это был цветной лоб, который привозили для того, чтобы из них потом что-то делать. Ну, как видно, что это целые, и большинство вещей это целые, это раз. А во-вторых, сатинские металлурги имели, ну, достаточно, видимо, квалификации, потому что... И хорошее производство. Почему? Потому что сохранились. И даже удалось тогда отреставрировать, склеить еще в 60-е годы, во-первых, льячки, ложечки для развива металла. И даже уникальные формы для отлипки браслета и для отлипки гривны. Дело в том, что почему они являются уникальными? Это литье по восковой модели, то есть, когда из воска делали, да, соответственно, в форме... И по результатам, когда вещь была уже отлита, да, то форму разбивали, вещь вытаскивали, форма, естественно, не сохранялась. Вот. И собрать их в одном месте, или целую форму, бывает крайне сложно. То есть, ну, в каких-то фрагментах. Но ввиду того, что, видимо, там было очень достаточно серьезное производство, то есть, отливали и разбивали, то есть, и все это вместе складировали в каком-то месте в одном. Вот. И удалось вот эти формы склеить. И фрагмент вот такого рогатого кирпича с какими-то прочерченными знаками. Вот. Это тоже достаточно частая находка на степных территориях, в том числе скифской культуры. Для чего нужно до сих пор бытуют разные мнения. Кто-то считает, что это подставки подвертел, потому что их находят у очагов. Кто-то считает, что это какой-то культовый предмет, который нужен для проведения каких-то церемоний и так далее. Потому что иногда их находят в столбовых ямах жилищ, или даже их закладывали в основание валов в городище и так далее. Ну, то есть, пока это тоже вопрос является дискуссионным. Вот. В отношении этих предметов. Гранище Петровское. Вот. Яркий пример изживания традиции текстильной керамики можно наблюдать вот на этом черепке. Гладкостенная керамика. Да? То есть, она не содержит текстильных отпечатков, но вот маленькие еще ренесценции, то есть, остатки текстиля. То есть, видимо, попытка сделать текстильные отпечатки была. Вот. То есть, эта традиция еще какое-то время, в самом начале ранее, уже ранее Железного века, не переходного этапа, ранее Железного века, она сохранялась. И отличительной чертой как раз-таки вот этой скифской керамики, в том числе, является наличие таких пальцевых давлений по венчику. То есть, это характерная такая вот яркая, степная, как бы традиция в изготовлении, точнее, украшательской керамики. А вот. Вот они, собственно, здесь очень хорошо видны. То же самое. Те же самые вот эти пальцевые отпечатки, насечки, и тому подобное. Аналогичный фрагмент рогатого кирпича, и даже вот практически склейки, он тоже есть, это с Городичей тоже сатинок. Кроме того, с Городичей Петровского происходят вот такие три, четыре, точнее, уникальные находки, которые тоже с других территорий, с прилежащих, неизвестны. Это фрагмент, ну, половина, получается, браслета с изменилим окончанием, уголок изменилим. Это мгновидная подвеска, ну, фрагмент либо браслета, либо грима, его окончание завитушкой. И вот такая интересная ложечка. А вот в скифских древностях, особенно в сарматских древностях, их очень много, они сделаны из кости, но пока ни мне, ни коллегам найти аналогии этой вещи не удалось. То есть, может быть, это какой-то уникальный экземпляр, но именно вот таких бронзовых ложечек для этого времени неизвестно. Уникальные находки, крайне редкие, демонстрируют развитие вот этой культуры скифской, так, 6-го, соответственно, 5-го века до нашей эры. Следующий этап, это 4-й век до нашей эры, приходится на пока еще тоже крайне слабо изученный период, когда на нашу территорию продвигаются носители так называемой юхольской культуры. Основной ареал обитания, скажем так, юхольцев, в кавличках, это пудесенье. То есть, это территория Украины, это территория Брянской области и так далее. Вот, естественно, пудеское посеяние. У нас мы имеем только материалы из градища Сатинка, с одного из горизонтов, где вот известны вот такие горшочки, миниатюрные сосудики. Отличительной особенностью которых является вот такая вот аргументация горшков, тычковных давлений и щепы. Сосуды таких баночных форм простых, с маленьким практически невыделенным венчиком. Вот такой крупный, достаточно горшок. И вот эти первые три наконечника стрела, они уже относятся к IV веку, около того, до нашей эры. Видимо, какой-то этап заселения территории, он, собственно, был. Дело в том, что для турского посеяния, например, еще Анны Епифановны Аликовой была разработана такая четкая дробная система. VI-V век — это скифские памятники или памятники скифоидной культуры, а в IV-V веке на свету приходят юхунцы, юхунские памятники. У нас эта динамика сохраняется. Естественно, нужно только дальше искать эти горизонты и уточнять с точки зрения хронологии. То есть, если взять в территориальном плане, получается, что вот те арявы, которые были выделены только для аргументского посеяния и самых верховья фоки, они, эти культурные процессы, доходят практически до самой границы лесной зоны, в том числе захватывания для нашей территории. То, что до этого, понятно, до недавнего времени не было известно. Ну, потому что раскопок, собственно, не проводилось, а если какие-то материалы были получены, сравнить их с материалами какими-то местными было просто на всех невозможно. Вот по наконечникам непонятно, вот эти шесть наконечников на предыдущей фотографии... А потому что я говорю, что вот эти первые три – это четвертого века, а серия, вторые, четвертый, пятый, шестой – это более раннюю фотографию. Конечно, но вот памятник один – он многослойный. Ранние слои там содержат еще скифоиды, а потом еще и по вторая и так далее. Памятник многослойный. А первые три – это какой материал? А? Первые три. Это юхлорская культура, но это все бронзо. Это бронзовые наконечники вот эти, какие-то воркисловые, естественно. Я так понимаю, в 60-х годах их и не реставрировали, конечно. То есть металл в крайне плохой сохранности, а вот бронзо еще более-менее как-то схранилось. Сразу, чтобы как бы показать отличие левобережья от правобережья, да? Дело в том, что на левобережье оки, да, если брать вот чисто гидрографию, культурная жизнь была совершенно другая. И в это время, в VI-III веке, на протяжении вот основного этапа существования памятников ранней железной веки, там была распространена так называемая верхнеокская культура, которая захватывала по уголе, да, основное течение углы, а вот ее внизу или средний угол, и, собственно, дупы течения оки. Почему об этом не стоит сказать? Потому что на нашей территории, Тульского края, да, или хотя бы в днистративном территориальном плане, существует такое гранище, или существовало, потому что оно уже полностью разрушено практически окой, гранище Дуна, под Дмитрием, да, вот, ее копал еще Четыркин, Гернинг в конце XIX века, вот фотографии, хранящиеся в фундах Калужского украинического музея, а это фотографии XI года, это раскопки культового поля уже, нашего отдела. Дело в том, что культура левобережья, она тяготела по своим каким-то процессам, по своим особенностям к западу, да, под Днепровью, вот. И верхней опцией, да, это уже, вот, можно посмотреть, особенностью является наличие вот таких листовидных наверший булавок, ну, которые часто очень находят грабители и так далее, то есть они известны, вот, и яркие такие находки, это вот такой верхней скетип, вот, так вот, такие листовидные булавочки, это среднесенний скетип. Плюс еще известны находки, опять же, скифского круга, наконечник копья, фрагмент салия, перстенечек, вот такая вот серьга, то есть это все тоже относится вот к такой скифской культуре, облик, так сказать, скифской, да, 16-го номера, это что? Это половинка грибовидного навершия рукояти, это рукоятка, она из рога сделана, вот это рог, а внизу зверь, вот это подвеска, подвеска ходим, 4-й, 3-й вверх, куда делаются эти вещи, а вот, соответственно, с этой стороны приведены так называемые браслеты латинского стиля, почему так получили название, на самом деле, конечно, в Европе, ну, для европейской археологии понятия латинского стиля не существует, у них свои были стили, но, видимо, какие-то образцы к нам попадали, и местные мастера пытались, что называется, имитировать эти вещи, делали похожие, и поэтому, в кавыче мы закавычиваем, просто называемый латинского стиля, латинской схемы, латинского типа и так далее, то есть это вот браслеты с рубчиками, то есть насечки сделаны, ну, вот, или вот такой гусеничный, еще называют стиль, вот такие крупные рубцы по всему периметру кольца, иногда бывают браслеты шишечками, да, то есть напаянные шарики, зерни, на некотором расстоянии группами, по шесть, по девять штучек вместе, вот, то есть это достаточно крайне такие редкие находки, которые для нас важны, почему? Потому что культура раннежелезного века, они являются бесфибульными, фибулы для более поздних эпох являются очень четким, хорошим, датирующим материалом, для раннежелезного века таких находок нет, естественно, нет монет, нет каких-то истинных свидетельств, потому что все записи Геродота о северных народах, ну, это очень такие шикарные мифы, и вот эти вещи, которые так или иначе копировали западные образцы, южные образцы, да, которые хоть как-то можно продатировать по образцам и по аналогиям каким-то, они являются очень важным хронологическим маркером для того, чтобы понять, в какое время то или иное поселение существовало, потому что других оснований для датировки просто не существует, для абсолютных датировок, для относительных, конечно, если есть хорошая спортиграфия, мы можем сказать, что эти материалы были ранние, эти поздние, совсем поздние, да, но в данном случае эти вещи для нас важны, и вот на Левом бережье памятники мало того, что еще лучше изучены, да, их больше копали, вот, классическая культура, да, это множество наконечников стрел, наконечников гарпунов, каменный грузил, в том числе с такими интересными орнаментами прогрязанными, это все известняк, это, естественно, кость и рог, да, вот, кроме того, как вы видите, керамика совершенно отличается, да, то, что было представлено, это сераминные такие горшки, простых, совершенно баночных форм, такая грубая, простая керамика, вот, причем, иногда даже делают попытки интерпретировать, а кто же это было население в этническом плане, вот, их называют балты, но как, балты понятия не существует, да, есть в современном понимании западные балты, восточные балты, но это литовцы, пруссы, ядвяги, да, когда говорят о том, что население нашего региона это восточные балты, конечно, это не так, ну, просто, они не имеют никакого отношения к тем же самым летолитовцам, например, да, вот, поэтому их называют Днепровские балты, ну, потому что основная гидронимия, да, и принадлежность к бассейну позволяет говорить о том, что это, наверное, все-таки балбалское население, вот, вот, такие классические формы горшков, мало того, что даже хорошо изученное поселение гранища Никола-Линиевского угория позволяет даже посмотреть планеграфию или устройство поселка, да, то есть это вот длинные дома, 9х6 или 6х3 метра, которые стояли очень плотно друг к другу, да, а вот между ними было пространство, видимо, которое можно интерпретировать как улицу, вот, а это система такого оборонительного характера, то есть это такое похвообразное жилище, вот, которое было разделено на клейте, то есть там можно было жить, а с другой стороны, с этой стороны, да, вот это был вал, ну, это руль, естественно, то есть тоже хорошо упрекленно, то есть для раннежелезного века, ну, относительно такая классика, но, следующий этап, да, первый еще раз, это памятник и текстильной керамики восьмой и седьмом веке, шестой, пятый, это лесоскепные и скепоидные племена, затем, четвертый век, какой-то, видимо, период, связанный с освоением данной территории и юнхерским населением, и до недавнего времени была, и существовала такая лакуна, а что же представляла из себя наша территория на рубеже, собственно, эр, да, то есть в конце первого тысячелетия до нашей эры и в начале первого тысячелетия уже нашей эры, вот, когда в свое время начал заниматься раннежелезным веком, и начал смотреть, в том числе, материалы с правой бережи, оке, да, то сразу было понятно даже по керамическому набору, что это не имеет никакого отношения к памятникам, которые расположены в Паугорье и на оке, хотя, вот, такая чисто историографическая справка, в 60-е годы, вот, условно, вся вот эта территория, вот, вот эта вся, и плюс еще до, практически, Днепра, это была единая верхняя окская культура. Как показывают последние исследования, да, мы наблюдаем порядка шести совершенно разных культурных типов или культур, которые отличаются и своим происхождением, и своей хронологией, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, для исследователей этнической истории это было удобно, да, когда не существует единый регион верхней окра, да, вот Днепра практически до Дона, да, и назвать это все единой культурой. На самом деле, это не так. И вот, когда эти памятники, когда материалы этих памятников с территории Курской области я стал смотреть, то действительно, как бы, выяснилось, что это совершенно иная культурная группа. Вот, она была выделена в 2011 году, получила название памятники типа УП-2. Почему? Потому что самый яркий памятник, который дал хорошие материалы, это поселение УП-2, ныне это будущий микрорайон времена года. Рядом УП-3, УП-4, это микрорайон Левобережный. Вот, в 2014 году я раскапывал ту-4, ту-3, в 2016 году, в прошлом я раскапывал ту-2. Какие материалы, да, вот вы видите керамический набор, происходящий с этих памятников. Отличительной особенностью вот этой керамики является, во-первых, ну сразу бросается в глаза, это что? Орнаментация. Очень такая яркая орнаментация. Орнаментация, причем, это пальцевые давления, это защипы, это ногтевые давления, и даже создание целых таких барбурчиков из защипов. Это раз. Орнамент также наносился и после резуенчика. Он тоже четко прослежен. Это и давление, и насечки, и тому подобное. Плюс ко всему особенностью еще является то, что главным отощителем в керамическом тесте, то есть главный примес, ну для того, чтобы при обжике горшки не разваливались, да, всегда добавляют какой-то отощитель. Вот в данном случае здесь в качестве отощителя выступает дресва, а точнее известняк. Ну известняков у нас, слава Богу, много, выхода, пожалуйста, в общем-то, дроби и добавляй. Ввиду того, что керамика все-таки пролежала в земле порядка двух тысяч лет, а наши почвы щелочные, ну а тем более, собственно, если мы имеем открытые поселения, которые раньше распахивались и удобрялись, да, многочисленным количеством всяких яд и химикатов, то, естественно, почвы очень, ну такие, насыщенные, ядреные. И в результате известняк, он вымывался, растворялся. И в результате мы что имеем? Вот такие пустоты, дырки на поверхности горшков. Ее еще даже назвали в рабочей версии еще в 90-е годы пористая керамика, потому что действительно, вот, выщелоченный известняк, он образовал такие поровни. Поначалу думали, что это вырывшие органические материалы. Иногда в качестве оточителей добавляют органику. Ну, то есть, сено, какие-то куски, солома и так далее. При обжиге она может, конечно, выгорать и, естественно, образовывать дыры. Но, на самом деле, вот, как показывает современная работа, исследование, просто выщелоченный известняк. На каких-то памятниках, где почва более щелящая, этот известняк сохраняется, его можно увидеть, вот, допустим, вот эти белые такие точки делает спокойный известняк растворить и образуются абсолютно бензичные такие же поры. Причем, керамика, как вы видите, формы горшков совершенно уже другие. Это не маленькие венчики, которые буквально только-только намечены. Это уже достаточно профилированные горшки. Венчики вот такие с хорошим изгибом, высокие, отогнутые. То есть, это такие достаточно профилированные сосуды. Конечно, мы говорим о лепной тирамике, это не круговая тирамика, потому что сразу, чтобы было понятно, для ранне железного века на тот момент кровь не знали. То есть, эти горшки лепились, конечно, от руки. это первая особенность, которая является именно для памятников УПа-2. И, как вы видите, черными точками показано их распространение. Огромное количество, это вот средний УПа, их очень-очень много. То есть, каждая точка это даже не передает памятник один, это несколько памятников. В настоящий момент их известно около полутора сотен. Причем, памятники расположены обычно компактно и образуют так называемые скопления или гнезда. Как правило, либо городище и ряд селищ, либо, соответственно, крупное какое-то поселение в несколько гектар и рядом расположены ряд маленьких каких-то поселений. Причем, особенностью для памятников УПа-2 является то, что практически 97-98% это подавляющее большинство, это поселение открытого типа. Это не городище, это открытые поселения. Селищи обычные. Гранищи, известно, всего три штуки на нашей территории, естественно, и они являются достаточно крайне редкими. Это для расселения, чтобы понимать. В плане вещевого набора, когда мы говорим о рубеже Р, это опять же эпоха очень такая динамичная и сложное в исследовании. Почему? Потому что это опять же переход от раннежелезного века к уже эпохе позднелинских древностей и эпохе великого переселения народа. В это время наблюдается значительное перемещение населения. К третьему веку погибает, ну или сходит на нет скифская культура, да, то есть практически исчезают все культуры раннежелезного века, которые мы так или иначе знали для того времени шестого-третьего века. Уходит на нет диковская культура, непродвинская культура, верхнеобусская культура, соответственно, городецкая культура. И на их месте с участием, конечно, этого же населения появляются вот такие культурные типы, даже не культуры, да, культурные типы памятников, которые включают очень много разных элементов. Почему? Потому что происходило постоянное перемещение населения. Как вы знаете, да, вот всегда великое переселение народов до последнего четверти четвертого века. А некоторые называют, что еще предтеча великого переселения народов. Самое первое, да, которое было, это как раз, которое начинается в первом веке с перемещением вот этого населения и когда кардинально, коренным образом меняется структура археологических культур нашей лесной и степной зоны. Поэтому этот период тоже является с точки зрения изучения достаточно очень какого-нестабильным. Очень много различных инфильтраций, каких-то вещей, которые порой не должны были здесь появляться, а имеют аналоги за тысячу километров от нас. Да. Вот таких ряд ярких находок, которые демонстрируют материальную культуру. Горшочки, понятное дело, серполинный нож железо, железный наконечник стрелы, это костяные наконечники стрел, вот эти. И такой, наверное, очень массовый, ну не массовый, но нередкой находкой для Упиа-Второй являются вот такие грузила, ну, баллонные грузила, но Упиа-Второй их очень много и целые известны, и во фрагментированном виде. Ну, сам характер поселения, расположение их рядом с Упой, плюс наличие понятных грузил, естественно, как бы говорит о том, чем занималось население. Ну, конечно, что рыбная ловля, минимум, для них имела огромное значение. Если брать какие-то яркие находки стилистические, которые бы могли сказать, например, о датах существования этих паникников, потому что сами понимаете, что последние века до нашей эры, первое века нашей эры, это очень достаточно распульчатое понятие, это первый двой, второй двой, например, первый нашей, например, или второй может нашей. Насколько это все в четыре века могло уместиться? Таких вещей до недавнего времени было крайне-крайне мало. И одни из первых, которые удалось обнаружить на исследованиях, это так называемые монолитные подвески. Они очень близки тем подвескам, которые я показывал в скифской культуре, но сделаны, во-первых, в другом стиле, они более элегантные, более оживленные, эта техника опять же изготовления крайне сложная. Есть вот такие крайне интересные шикарные образцы, есть более попроще. Материал какой? Бронзе, бронзе, конечно, бронзе. Крайне интересные образцы. Существующие на настоящий момент версии их происхождения как раз таких выводят из скифских вот этих серег и бонобин. Хотя на самом деле сказать об этом очень сложно. Почему? Потому что на нашей территории скифские сереги, территория Окского бассейна, Подмосковья и так далее, они известны в единичных количествах, но на рубеже R вещи изготовленные в таком же стиле появляются в массовом количестве. Известно даже несколько кладов, которые содержат несколько десятков вот этих бонобинных подвесок. Это говорит о чем? Что скорее всего то население, которое пришло на нашу территорию на рубеже R принесло с собой эту традицию изготовления этих украшений. Это было их местное традиция. Более подробно о хронологии позволили говорить новейшие наши работы 15-16 года на территории уже тульских засек. Вот буквально под Тулой городичная так называемая Стрекаловка, на которой были проведены работы и полученный ряд интересных находок, которые отчасти проясняют хронологию памятников Упыль-2. Главная на этом находка ряд находок сейчас на реставрации это несколько два наконечника сарматских стрел и псалей, но самая главная находка это фибула. Она происходит из постройки с характерным керамическим материалом Упыль-2. Вот те самые памятики этой керамики. Эта фибула датируется первой половине первого века нашей эры. Это сарматская фибула. Рядом с соседнего памятника происходит половинка такой же фибулы, два наконечника сарматских стрел и два псаля. То есть понятно понятное дело, что это непринесенное хуже. Соответственно это явно вещи конечно не местного населения и принести они естественно тоже не могли да и не зачем тащить эти псаля или два наконечника. Это говорит о том что и в принципе подтверждается другими работами на сопредельных территориях что наши территории ну видимо в какое-то время либо ее пытались подчинить либо соответственно была подчинена вот этим сарматским собственно каким-то сарматскому населению. Дело в том что самое ближайшее пока это тоже загадка ближайшая аналогия это курганы на реке Воронеж опять же в 200 километрах на вон. Но в принципе это как бы недалеко тем более для комнатных переходов это тоже недалеко на самом деле но это чисто сарматские вещи да конечно это чисто сарматские вещи которые конечно традиции местного населения не имеют никакого отношения так же как и находки например фигула циса которые известны подмосковью но благодаря их наличию мы можем опять же говорить о том что за хронология этих памятников дело в том что смотрите сейчас немножко про домостроительство а потом я расскажу собственно что за такая история с огромной территорией дома традиционные это наземные постройки столбовой конструкции столбики по периметру наземные то есть они не имеют загубленных частей практически там 20 сантиметров это максимум то есть это котлованов не найдут исследовать их естественно тоже крайне тяжело почему прошелся плуг про селищу и все и нету ничего почему керамика когда мы находим на открытых поселениях но селища они все распахнут почему она вся перемешана и почему она такая фрагментирована почему очень мало целых форм целые формы они будут только тогда когда что постройка горела городище брали и так далее все это в закрытом комплексе либо в погребении вот сейчас в луке 2 мы как раз эти материалы сейчас тоже будут обрабатываться по-видимому открыли могильник этой культуры этого населения который характеризуется обрядом погребения когда видимо покойного кремировали брали выкапывали небольшую ямку как столбовую всыпали туда поправ иногда клали грузила и сверху перекрывали горшком то есть горшок кверху дно в ямку ставили и потом все засыпали вот порядка десяти наверное там таких покребений нам удалось открыть то есть это тоже уникальное на самом деле открытие для рубежаэра потому что могильники рубежаэра от Днепра до Дона тоже нигде не известны потому что сами понимаете целенаправленными работами какими-то разведками или даже небольшими раскопками найти вот эту ямку в поле практически нереально но ввиду того что у нас была площадь 5000 квадратных метров все-таки как бы небольшой шурфик нормально удалось как-то это все дело зафиксировать В лесу Вылипать или а? в лесу не в степи а в лесной часть вот Градичская Прикаловка да но это лес современный современный лес с точки зрения современный а для того времени конечно территория была не залезеным естественно конечно это все вопрос о том что вот эта граница которая была показана лесодесной лесодесной зоны естественно она стала нарисована и утверждена приказом и больше никуда не двигалась и за 2000 лет она играла туда-то сюда это логично до которым ну как минимум полтыщи лет конечно это были территории свободная от леса но в конце концов никакой конник да то есть сармат это исключительно практически полный по войне никто бы туда конечно в лес бы никогда в жизни это логично ну и в конце когда для того чтобы подвести итог к характеристики вообще памятников упу 2 и как они соотносятся вот такие материалы это керамика получается у нас в левой стороне до в левой стороне это керамика из-под днепрови рубежая середина это упа 2 говоря получи от донского раздел и правая это керамика полужья или керамика повесения то есть это все синхронные древности ну как вы видите да они между собой даже как бы не специалисту даже и так видно что действительно традиция 1 и что для первой группы что для 2 для поднепрови и повесения проблемы всегда были с датами нет ярких вещей которые могли сказать и вот наши работы которые позволили найти вот эти хронологические маркеры уже можно четко сказать что эти памятники по крайней мере первую половину первого века и либо даже первый век наши они точно существовали это уже надежная привязка по вот таким сарматским по сарматскому следу что называется вот этих памятник акулы 2 вся вышеперечисленная вот эта картина достаточно динамичная опять же да еще раз повторю 8 7 лет стильная керамика 6 5 освоение скифоидным лесостепным населением 4 юховца юховская культура и рубеже это вот это население памятника куклы 2 вероятно которая может иметь связь либо с юховской культурой и курскому пасения либо поднесения это тоже еще как бы гипотетично работа над этим идет вот это яркая такая динамичная картина да она чем была обеспечена безусловно той самой природной географической обстановкой и природно климатическим обстоятельствами нашей этой территории то что это стык климатических природных природных зон и водораздельная территория но почему с точки зрения археологии да наш регион крайне интересен изучать что-то одно конкретное нужно изучать на стыке культур эпох на соответственно культурных типах это всегда крайне интересно и очень сложно естественно как бы это пока вот основные такие вехи да которые удалось наметить за последние 10 лет но естественно работа продолжается и я надеюсь что там в следующем году после очередного полевого сезона мы конечно сможем представить уже еще новые находки новые данные они уже есть они просто конечно нуждаются своей камеральной обработки и чтобы не было словно они уже будут конечно представлены с очень спасибо